всем огромный привет меня зовут мила и я рада видеть вас на моем канале видимо мне пора завести рубрику 7 часов утра в машине мы опять с камилой едем в красивое место это озеро ледора рядом с рива-дель-гарда так что не переключайтесь и смотрите дальше мы уже гуляем по озеру ледора нам здесь очень-очень нравится природа невероятного цвета вода она такая прям голубая-голубая лазурная прямо лазурный берег как сказала даша здесь с дашей с камилой очень советую сюда приехать погулять знаете нас немного обманули информация на сайте обманула потому что здесь будет момент когда нужно идти прямо по дороге по которой едут машины она очень такая узкая но когда мы там пройдем я вам потом поделюсь впечатлениями вот но пока гуляем а а а а а а а Смотрите, какая красота Солнце светит По дороге мне, конечно, не очень нравится, но других вариантов нет Поэтому иногда приходится проверять эту информацию, которую ты читаешь Но, к счастью, машины приостанавливаются и объезжают нас, поэтому всё good Идём дальше Ну а вы пока ставьте лайки, оставляйте комментарии Озеро Ледер знаменито тем, что в 1929 году во время понижения уровня воды Связанного со строительством электростанции в Риво-Дельгардо Обнаружили сваи домов-палафиты И, в общем-то, благодаря этому открытию озеро и прославилось И в 2011 году было внесено в список наследия ЮНЕСКОМ Смотрите, как выглядит сейчас Сделали реконструкцию в музее Как выглядели эти палафиты Всего было обнаружено Около 11 тысяч свай, датируемых 1800-1300 годом до н.э. Это стало крупнейшим открытием того периода Сегодня в городе Молина расположен археологический музей, который имеет особый вес в Европе По площади богатства артефактов и сохранности Сама деревня была построена 4000 лет назад в эпоху неолита В музее можно посетить точную реконструкцию хижин на сваях эпохи неолита Которые обставлены предметами и артефактами бронзового века Обнаруженными во время раскопок музея естественных наук города Трента Это керамика, изделия ручной работы из камня, дерева, кости бронзы эпохи бронзового века Музей открыт с мая по июнь и с сентября по октябрь Субтитры создавал DimaTorzok